всем огромный привет из лондона я нахожусь в гайд парке это самый большой парк лондона в самом его сердце и сейчас воскресенье вторая половина дня и я вам покажу как народ проводит время в гайд парке в воскресенье поэтому если вы впервые смотрите мой канал пожалуйста подписывайтесь ставьте лайк этому видео и я поворачиваю камеру в гайд парке есть огромное центральное озеро там конечно есть лебеди которые поскольку гайд парк это royal парк он входит в группу королевских парков то лебеди тоже принадлежат королевскому королевскому дому скажем так раньше говорили королеве сейчас не знаю наверное королю и очень популярно что здесь очень популярно это а вот можно видеть что люди собираются вот такими ребят собираются вот такими группами группы формируются как в основном это через соцсети различные приложения либо ватсап группы и формируются разные разные группы сейчас мы посмотрим около озера что происходит в уделе удивитесь сколько там лебедей одним глазком глянем и потом я вам покажу какие здесь точки сальса есть в общем как народ проводит время выбирают обычно гайд парк потому что это центр самое сердце лондона и получается что всем добираться одинаково несмотря несмотря где ты живешь несмотря на то где кто живет стойки прокаты велосипедов здесь повсюду но сегодня взять велосипед это такое проблемное мероприятие потому что в основном они будут все заняты все очень по-разному одета кто-то в майке кто-то в пуховике добро пожаловать в лондон еда здесь есть различные кафе но их очень мало очень мало точек питания в основном все как бы как такой пикничок устраивать все приносит с собой такая в основном практика но если есть желание где-то посидеть покушать что-то вот с видом то пожалуйста гайд парк предлагает это так вот лебеди они просто огромные смотрите сейчас попробую по опустить чуть-чуть камеру вниз здесь можно например взять небольшую лодочку на прокат покататься двигаемся дальше вот такой сервис есть в гайд парке они дают на прокат вот эти лежаки вот этим ценам 1 час 3 фунта 2 часа 4 3 часа 5 4 6 и весь день 11 фунтов за лежачок на учитывая то что сам лежак наверно можно купить на амазоне за фунтов 15 ну и наносить его надо и так далее поэтому большинство народа попроще и просто приходят с покрывалами всем к жору ой переносит какие-то активные игра игры с собой и вот так замечательно проводят несколько часов выходной развесистые деревья гайд парка защищают нас во время дождя волейбол играют некоторые приносят с собой волейбольные сетки так а мы сейчас пройдем прямо и слева будет баин стенд вот там и там будет сальса если они еще не ушли посмотрим сальса и различные танцы популярные тоже в лондоне так сотрудникам гайд парка нужно отдать должное за газоном ухаживают просто потрясающе а Белка, 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 видите, белочка. А вон еще одна. Их здесь достаточно много. Они не очень боятся уже людей, берут еду с рук. Такое есть и орешки какие-то. Они с удовольствием берут. После дня рождения у кого-то какое-то мероприятие. Тоже хорошо приходить в гайд-парк. Видите, что-то отмечать. На свежем воздухе. Так, вот это сальса. Так, там народ зажигает. Можно тоже присоединяться, танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... На роликах отдельно собираются ребята вот здесь, видите их? Несколько, но они есть огромными группами, несколько десятков человек, и они все на роликах. Видите, они расставили такие метки? Чтобы разные трюки тренировать. Смотрите, как здорово! Смотрите, как здорово! Гайдпарк занимает очень большую территорию, и по периметру к нему примыкают несколько станций метро. Далеко не одна, много станций. Вот мы с чем сейчас выйдем, это будет станция Гайдпарк Коне. И примыкает здесь у нас район Кенсинтон и улица Пикадилли. А вот эта песчаная полоса, это для лошадей. Здесь есть конюшни тоже в Лайтпарке и полицейские. Далеко не одна, много станций. Спасибо. и плюс полицейские тоже объезжают парк на лошадях не только но в том числе как на лошадях так важно делать бога и парку много таких небольших подпадков я бы сказала оформленных цветочных композиций и вот это одна из них сейчас я вам покажу то есть вот такое обрамление центре с фонтаном либо какой-то скульптурой и оформлено все цветочной композицией еще конечно не распустилась все ну вот розы уже понемножку начинают начинаю конец мая июнь розари в парках лондона будут просто утопать в разных разных красках очень много здесь такие знаете необычных цветов можно можно увидеть так давайте пройдемся и благодаря всему разнообразию которая когда составляют композицию они используют очень много разных 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 видов растений благодаря этому создается такое знаете выставок красок очень красиво даже зеленый он у всех растений разного 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 оттенка вот роза уже начинает и вот и сейчас я вам покажу еще вот ту клумбу комбо вот такая красота друзья давайте сейчас идем на выход из парка я покажу станцию метро гайд по коне и мы там с вами закончим видео а а а и 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 здесь не кошенный газон трава по пояс один участок с этой с этой стороны так ну вот уже выходим мы автобусы виднеется проезжая часть и убит вот вот а Смотрим по сторонам и переходим на дорогу. И вот уже виднеется, ух, начинается такой городской шум после более-менее спокойной обстановки в парке. И это у нас метро, уже идет гайд-пак. Вот так называется. Друзья, прививаю вас на гайд-пак фоне метро. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы узнали, как на самом деле в Лондоне в выходной день ребят проводят время. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз. Всем счастливо, всем пока!